МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Дмитрий Книга и новости Ленинского района. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В муниципалитете стартовал месячник благоустройства. Каждый год всегда выходим на субботник. Хотим, чтобы наш город был чистый, красивый. На портале «Добродел» выбрали новые маршруты общественного транспорта. Голосовали? Да, голосовала. Именно за этот маршрут? Да, именно за этот маршрут. Потому что жили здесь. В гости к баскетбольной спорте НТК приехала новосибирская «Динамо». Сегодня хороший баскетбол с нашей стороны. И я надеюсь, что у нас будет все хорошо. В муниципалитете стартовал ежегодный весенний месячник благоустройства. Акция, проходящая под девизом «Вместе лучше» объединяет всех, кто готов своими руками делать город и район чистыми. К неравнодушным жителям присоединилась Екатерина Коваленко. Мода на чистоту набирает в последние годы большие обороты. Вот и на первом субботнике, который только открывает традиционный весенний месячник благоустройства, собралось немало поклонников этого экологического тренда. На улицу вышли и простые граждане, и те, кто круглый год делают город и район чистыми и комфортными. Так, сотрудники муниципального предприятия «Дорсервис» присоединились к акции практически в полном составе. Такое мероприятие, которое позволяет жителям города и района задуматься о том, что от нас самих, в том числе от нас самих, и в большей степени от нас самих, зависит та среда, в которой мы живем. Места уборки территории были организованы на 12 площадках Видного, а также во всех уголках Ленинского района. Одной из таких точек стал советский проезд, где расположены излюбленные места отдыха жителей – Тимоховский пруд и сквер кинотеатра «Искра». Приходить на субботник можно и нужно налегке. Весь необходимый инвентарь, грабли, лопаты и, конечно, мешки для мусора предоставляются организаторами. А вот улыбку и позитивный настрой точно не стоит забывать дома. Пришла на помощь людям и уборочная техника. Машины одна за другой вывозили полные мешки. А значит, задачи привести в порядок тротуары и газоны, убрать остатки снега, ликвидировать даже малейший мусор – все справились на ура. Здесь живем и хотелось бы весну встречать в чистоте и в таком благоустроенном, красивом городе. От рано что приобщаются к акции и дети. 11-летний Никита Федин засучил рукава и энергично очищал Тимоховский пруд. В каждом городе надо убираться, то есть поддерживать чистоту. А юная видновчанка Елизавета Матюшина пришла сюда вместе с мамой. Девочка привыкла всегда и во всем ей помогать. Не стал исключением и субботник. Я хожу с мамой на субботники всегда, чтобы убираться и доставлять людям радость с чистотой. Нужно убираться не только дома, еще и на улице. Каждый год всегда выходим на субботник. Хотим, чтобы наш город был чистый, красивый. Убираем мусор, чтобы людям было приятно. В выходные гулять, идти вечером с работы. Пополнить ряды неравнодушных жителей может, конечно же, любой желающий. Субботники запланированы на весь апрель. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Видное ТВ. На портале «Добродел» выбирают новые маршруты общественного транспорта. На голосование в Ленинском районе вынесено 8 маршрутов, которые в течение месяца разрабатывала рабочая группа по транспорту, куда вошли активные местные жители и специалисты. Наша съемочная группа пообщалась с видновчанами и узнала, какие маршруты выбирают они. На портале «Добродел» продолжается голосование по запуску новых маршрутов общественного транспорта. Рабочая группа по транспорту, куда вошли сами жители и специалисты, разработала 8 маршрутов. Уже определились явные лидеры. Больше всего голосов набрали маршруты Дрожжино-Расторгуево, 6-й микрорайон Каширское шоссе метро Орехово и Зеленые аллеи метро Царицыно. По этой дороге жители микрорайона Зеленые аллеи ходят до остановки общественного транспорта. Несмотря на близость к Москве этого микрорайона, добраться в час пик до метро достаточно проблематично. Жители Зеленых аллей пользуются двумя маршрутами, чтобы доехать до Москвы. От остановки на улице Школьной автобус хоть и ходит к метро довольно часто, но в час пик, жалуются местные жители, собирает все пробки на Каширском шоссе. Да и дорогу к остановке нельзя назвать удобной. Если бы этот проход сделали нормально, но вот оттуда, если недалеко, в принципе, минут 10 ходьбы. С утра правда пробки плохо ездят, вот здесь вот, потому что дорога-то у нас загруженная очень. Гульнара Альбегова чаще пользуется вторым вариантом маршруткой до метро Царицыно. Она недавно въехала в свою новую квартиру, вот только радость от новоселья омрачают транспортные проблемы. Общественный транспорт частенько приходится долго ждать, а выходные маршрутки возят пассажиров и вовсе до 9 вечера. И это при довольно ощутимой стоимости проезда. Частный перевозчик берет за свои услуги 65 рублей. Стоим ждем снег, дождь или что будет, ветер, мы вот стоим. А так вроде бы они вначале стояли, а сейчас уже не стоят. Они говорят, что людей здесь мало, пока не заселились. Но надо начинать с малого. Скоро уже будет заселено, будет очень много людей, поэтому немножко они халатно относятся к этому. На проблемы с транспортом жалуются и жители 6-го микрорайона. Мало того, что в часы пик отсюда довольно проблематично выехать, так еще и до взрослой поликлиники ходит всего лишь один автобус. И, как уверяет большинство жителей, этого недостаточно. До перинатального центра действительно либо только пешком, либо только до круга, а оттуда пешком. То есть никакой транспорт не ходит. Восьмерка, бесконечно долго ее ждать. То есть мы вот как бы знаем это все, нам это очень необходимо. Ну и вообще, в принципе, до метро, если будет еще один вид транспорта, это будет очень большое спасение. Я вообще люблю пешком ходить, поэтому для меня это не проблема. Но с транспортом, да, тут не очень. Когда нужно, вот мы выходим, и я не знаю, может, кому-то этого не хватает. Может быть, большие перерывы между автобусами. Вот этого я не знаю. Увы, жители по-прежнему не очень активно пользуются порталом Добродел. Из всех, с кем нам сегодня удалось поговорить, только один человек принял участие в голосовании за новые маршруты. Голосовали? Да, голосовала. Именно за этот маршрут? Да, именно за этот маршрут, потому что жили здесь. Голосование на портале Добродел по новым маршрутам продлится до 7 апреля. Каждый житель Ленинского района может отдать голос только за один маршрут из представленных. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видно этого. Скоро видным станет жить куда веселее. Сегодня, 1 апреля, принято решение о строительстве в городе парка Диснейленд. Где именно он будет возведен и что представляет собой развлекательное заведение, выяснял наш корреспондент Максим Козлов. И летом здесь не очень людно, а сейчас, в межсезонье, в детском парке лишь изредка можно встретить только одиноких прохожих. Но скоро все должно измениться. Будущий Диснейленд раскинется на площади 1800 гектаров. То есть он займет место и детского городка, и сквера поблизости, а также часть стадиона Металлург. За мной стоит ресторан Лесной, в нем будет располагаться ресторан Макдональдс. Кроме того, в Расторгуйском Тимурском парке будут располагаться филиалы данного Диснейленда, и между ними будет соединена канатная дорога. Скоро здесь будут развлекать гостей герои мультфильмов Диснея. А на месте старых аттракционов появятся американские горки, комната страха, джунгли, собственная железная дорога и другие развлечения. Сейчас здесь установлено небольшое колесо, но планируется, что колесо обозрения видно будет высотой 130 метров. То есть это чуть меньше, чем знаменитый глаз Лондона. Таким образом, с аттракционом можно будет увидеть даже Кремль. Некоторые объекты инфраструктуры продолжат функционировать в прежнем режиме. Например, клуб «Десантник» будет декорирован под крепость из мультфильма «Шрек». Из-за санкций решено, что оборудование для Диснейленда будет произведено в России. Например, детскую железную дорогу построят на знаменитом «Уралвагонзаводе». Капсулы для одного из аттракционов соберут на лифтовом заводе в Щербинке. А железные спицы для колеса обозрения будет делать тот же подрядчик, что собирал конструкции для Крымского моста. Еще один положительный момент. Строительство Диснейленда никак не отразится на бюджете города. Возведение парка будет проходить за счет частных инвесторов. Бюджет проекта относительно небольшой. 20 миллиардов рублей. Сегодня, 1 апреля, мы провели заседание Ленинского отделения торгово-промышленной палаты и решили, что этот Диснейленд будет строиться исключительно на деньги предпринимателей. То есть город не заплатит ни копейки. Инвестиции планируют вернуть в течение двух лет. Несмотря на то, что строительство Диснейленда – это новые рабочие места и налоги в бюджет, в общественной палате к проекту относятся осторожно. Нужно понимать, что будет производиться вырубка зеленых насаждений. И во время строительства здесь будет, конечно, стоять большой шум, а вокруг у нас жилые дома. Это считают, что это неправильно. Кроме того, когда будет построен Диснейленд, будет увеличиться, ну, трафик будет увеличен. Значит, надо будет подумать о пробках, о подъездных путях, о парковочных местах. На мой взгляд, этот проект требует значительной проработки. Мнение местных жителей также разделилось. Было бы здорово, если бы действительно был Диснейленд этот у нас видным. Нормально будет, я так думаю. Сейчас можно с детьми спокойно прийти погулять, сходить там, я не знаю, даже белых тех же покормить бесплатно. А придешь, будет все это платное, даже вход, если будет платный, это будет отрицательно сказываться на посещении. Есть планы в связи с возведением Диснейленда Диснейленда строящееся здание на проспекте Ленинского комсомола перепрофилировать под гостиницу. Ведь наличие развлекательного парка превратит город Видное в настоящую туристическую меку. Планируется, что жители Видного при предъявлении паспорта с пропиской смогут посещать Диснейленд бесплатно. Максим Козлов, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ. 1 апреля – это не только День смеха, но и начало весенних школьных каникул. Поэтому сотрудники Дома культуры «Буревестник» объединили эти две даты в одну культурную программу под названием «Никому не». А что «не», кот Базилио и лиса Алиса обещали раскрыть в конце мероприятия. Поехали! Собрались компанией дочки и сыночки, девочки-смежиночки, мальчики-комочки. Такие культурные шоу-программы будут проходить в Доме культуры «Буревестник» ежедневно на протяжении всех весенних каникул. Организаторы обещают, ни один последующий день не будет похож на предыдущий. Сегодня мы делаем именно игровую программу. Завтра у нас, к примеру, будет игротека, морской бой, просмотр мультфильмов. То есть мы организуем именно разные формы и проводим такой досуг для детей. На ближайшую неделю досуг обеспечен не только учащимся Молоковской школы, но и воспитанникам детского сада «Василек». А в будущем организаторы ждут существенного расширения аудитории, ведь число жителей в поселении постоянно растет. В ходе сезона женской баскетбольной премьер-лиги «Видновская Спарта-НК» и «Новосибирская Динамо» встречались дважды. В этих поединках победы добывались исключительно в гостях. Сначала «Спарта-НК» успешно съездила в столицу Сибири, а затем обидно проиграла на домашнем паркете во Дворце спорта. С каким счетом завершилась третья встреча, узнал наш корреспондент Арсений Рогозянский. В борьбе за чемпионство в премьер-лиге «Спарта-НК» уступила место в полуфинале одной из сильнейших команд первенства – «Курскому Динамо». Для клубов, не прошедших в четвертьфинальную стадию, предусмотрен турнир за пятое место, в котором каждый коллектив проводит за месяц по 10 игр. Видновские баскетболистки начали свой путь с домашнего матча против «Новосибирского Динамо». Несмотря на то, что «Видновская Спарта-НК» выпала с чемпионской гонки, ее пришло поддержать достаточно много болельщиков. Еще на разминке была заметна повышенная активность баскетболисток «Видновского клуба». Явно готовили неприятный сюрприз для соперника. В первой четверти высокий темп хозяек площадки обратился почти в трехкратный перевес в счете. Даже не самые ярые болельщики баскетбола отметили действия игроков «Спарта-НК». Я говорю, не ценитель баскетбола, но мне очень нравится динамика. А тебе нравится баскетбол? Во втором отрезке встречи гости игру выровняли, но догнать наших баскетболисток по счету было весьма непросто. Однако даже опытные фанаты баскетбола опасались, что после фееричной первой четверти и такой равной второй, матч может развиться по любому сценарию. «Команда хорошая у них тоже, так что у них сильные игроки и нам приходится нелегко. Мы им здесь проиграли недавно. Так что я считаю, что сегодня хороший баскетбол с нашей стороны. И я надеюсь, что у нас будет все хорошо». Генеральный директор «Спарта-НК» Анна Архипова-Фон Калманович всегда находится рядом с командой. Ее с игроками во время матча разделяет лишь бортик игровой площадки. Но и он не помеха для ценных подсказок своим баскетболисткам. После первой половины встречи она рассказала, чего стоит ждать от видновской команды в третьей и четвертой четвертях. «Я надеюсь, что темп мы сохраним высокий, потому что у нас уже заиграны, наверное, 10 игроков. Сергей Николаевич, главный тренер, поддерживает таким образом высокий темп игровой. Я надеюсь, что такой же концепции будем придерживаться». Так оно и получилось. «Спарта-НК» во второй половине игры лишь упрочила преимущество в счете, выиграв обе заключительные четверти. Итоговый счет 79-53 в пользу видновского коллектива. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видне-ТВ. И о погоде. Завтра небо будет ясное, днем до плюс шести, ночью плюс один. Осадков не ожидается, ветер северный 2 метра в секунду. На сегодня это все. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до свидания.